Поклону, мир дому. Господь так научил нас. Распахнул, а дверь стоит. Я захожу быстро, сначала отмахнусь от комаров, быстренько вернулся и сюда. Мир дому всему! С миром принимаем. Я наказываю и там то же самое. Открывать дверь, когда комары, мошкара везде, вот уже летают комары. Ушла, а свет останется. Понимаете, тут не научить. Вы сами как-то так, беспечно, не думайте, где еще делал. Видите, как люди знают свое место. Маленько с полуоборотом так становитесь, чтобы видно было, где кланяйтесь. На каждом шагу уже невозможно одно и то же повторять. Вот, видишь, уже комары не было. Теперь буду помнить долго. Был человек, который меня травит комарами. А почему? Бездумие. А потом в жизни накопится, все рвется, не знает, а почему, почему. Да на каждом шагу неправильно было. Вот он знает свое дело. Он пришел, меня опутал. Ну, ладно. Проводами. Вот, вставать в 4-40. Когда я начал, ну, сколько, много лет назад, спрашивали, а почему именно 4 до 40? Почему ни в 4, ни в 5? Не знаю. Я спустя годы только нашел. Это мать Тереза Калькутская. Так у нее помощников там, которые были, 200 тысяч. А начинала ни одного не было. Во всем мире. Лауреат Нобелевской премии. Каждое дело, где там спитак, там землетрясение, она уже там. Едет, спит. Только тронули, у ней молитвы. Она катаричка. Так, остановитесь, чтобы можно было кланяться как-то, поближе маленько один к одному. Если кто придет, тут чтобы братья вперед проходят, сестры позади. Время без шести еще. На форточке сетка. Зачем? Чтобы не налетали насекомые. А у меня не только это, железное все. Почему? Ну, вот оно, не проткнешь. Привез кошек. Надо мне привычить их. А она лезет такая. Ну, я ее подобрал на улице. До того хорошая, лучше своих даже. Она все это раскидывает уже на той стороне. Громче говори. Мир дом. С миром принимаем. Вот как-то говорят в другой раз. Есть глухие, нет. Ты скажи так, чтобы видно было, что говори тихо, этого нет. А написано, вызвысь голос твой. На вершинах гор, везде. Все открыто. Не забывай, пальцами нигде нет. Я говорю, а то опять тщательно выйти. Потому что потовые железы, они проявляются. Бумага делается желтой. Видно, что неряхливые делали. Крига не на один день. Так, вот так, вот встань сюда. Ну, Господи, ты перед ним. Зачем перед ним становитесь-то? Поближе. Туда никто не мешает тебе. Ну, маленько гляди. Вот встал, поклониться неекуда. Сзади пустое место. Простите у Бога разума. Все, что делает, должно быть разумно. Почему? Я кланяюсь где надо. Крестное знамение, сколько раз говорил, делаешь, поклона нет. А бывает так, поклон бескрестного знамения. Ну, маленько так, гляди. Я не могу на каждом поклоне вслух говорить, иначе уже и молитвы-то нет. Так, которые белые давал там с проводами, не сделали, не принесли. А у меня вот заряжайте, а у меня все занято. Дал с концом. А ты сразу сделал, принес. Вот, я делаю для Бога. С миром принимаем, о. С миром принимаем. Пожалуйста. Вот сейчас будет звонок. Братья, проходите вперед. Там сестры заходят. Найдите тут место где-то так, чтобы встать. Вот так. Вот этот, который говорит Хапелина, молитесь. То она смотрит на секунды. Все. Сразу говорит. А я вижу где. Проходи сразу вперед. Говоришь? Я не слышу. Громче говори. Проходи сюда, Сёпы. Ага. Вот сюда, рядышком. Остановись. Мище славка. видишь наши братья вон они стоят чудо какое сейчас как помолимся не спешите убегать мы тут маленько еще кое-что затронем лука стоит видишь вот красненький нет большего счастья как иметь доступ к богу приехал бы сюда путин мы пришли на встречу это бог перед богом все остальное это дым даже того меньше смотрите где я кланяюсь где крестное знамение поклона нету маленько так пригляды оси запоминай это церковное правило ответить почему тут нет это неизвестно боже будь милостив ко мне грешному создав имя господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй достойно есть всякого истину блажите богородицу пресноблаженную и пренепорочную и бога нашего счастнейшую херувим и славнейшую воистину серафим без истления бога слова рожешую сущую богородицу тя величаем слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови воскрес и измертвый господи иисусе христе сыне божий молитва ради причистой твоя матери и силы честнока животворящего креста святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй спаси нас яко благе си и человека люби сами не бескресного знамения боже будь милостив ко мне грешному создав имя господи помилуй меня бесчисла если грешил господи прости меня грешного и помилуй за молитвы святых отец наших господи иисусе христе сыне божий помилуй нас аминь слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради и слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради и слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради и боже очисти меня грешим я каникали же благое сотворить пред тобою но избавим от лукавой да будет мне воля твоя да неосужденно отверзу уста мои недостойно восхвалю имя твое святое отца и сына и святаго духа ныне и присно и во веки веков аминь царю небесной утешителю души истины и же везде сын вся исполняя сокровища благих и жизни подателю прийди вселись овны и очистены от всякие скверны и спаси блажи души наши святый божий святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые божи святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые божьи святые крепкие святые Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и пресной, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и пресной, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, препадаемте блажь, ангельскую песнь, вопиемте сильный. Свят, 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 если Божия, Богородицею помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу, отодрая сна, возвик мне, если Господи, ум мой просвети и сердце, уснемя и отверзливо, ежепетитя, святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородицею помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приидет, и кое-го же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна васта благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многеру Твоя благость и долготерпение не прогнялся на меня ленивый и грешный, не погубил меня с обеззаконием моими. Но человеколюбцал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвиг мне еси. Во ежаутриньте, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзли мои уста, поущайтесь остави всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 140. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам, и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю не от тринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, оттянет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду. 141-й псалом. Голоса моим к Господу возвал я, голоса моим ко Господу помолился. Излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я возвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внимли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяния. 142-й псалом. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему, поистине Твоей. Услыши меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминая дни древние, размышляя о всех делах Твоих, рассуждая о делах рук Твоих, простирая к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Дару мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я раб Твой, есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый, Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви, Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех, и снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати, Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью даром, но скорее долгом, Истинно так богаты состраданием и неизречены в милости, ибо Ты сказал, О Христос мой, верующий в меня, будет жить и не увидит смерти вовеки, Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель, Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня, Но вместо всех дел, да будет довольно веры моей, пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, Пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной, да не похитит же меня сатана, И да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей Слова Божия руки и защиты, Но хочу или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой, Скорее прийди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю, Ты Бог мой, очрева матери моей, Сподобим меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, И вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде поработал с сатане льстивому, Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, Во все дни жизни моей, ныне и всегда и во веки веков, аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством это смертного тела, Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения, О, святый Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей, И если чем я согрешил в пришедшую ночь сию, защити меня в настоящий день, И сохрани меня от всякого искушения вражеского, Чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, И молись за мяка Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем, И соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, Святыми Твоими всесильными молитвами Отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, Уныние, забвение, неразумие, нерадение, Вся скверное, лукавое, хульное помышление От несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, И погаси пламень страстей моих, ибо я нищ, есть миокаянин, И избави меня от многих губительных воспоминаний и предприятий, И освободи меня от всякого злого воздействия, Ибо Ты благословенна от всех родов, И Твое причестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Свои имена поминайте, святые. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, Скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, Обрадуна Мария, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родилась и Христа спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, Честнага животворящего Креста Господни, Не остави нас грешных, уповающих на Те. Спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояние Твое, Победа на сопротивные дары Твое, Сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Родителей и Сродника благодетелей, Метрополитов, Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея, И Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа, Максима, Метрополита, Сергия, Патриарха, Кирилла, Франциска, Корниль, Александра, Деодора, Метрополитов, Тихона, Илариона, И весь священнический и иноческий чин, И вышли истинные служители, Миссионеры, христианам, Язычникам, иудеям, мусульманам, И буддистам, и нам дай еще Священника, рожденного свыше, Который и благовестник является, И место для занятия, Смири власти воинств твоих, Наведи страх, но и на них, И через них сотвори благое церкви твоей, Умудри их издавать, Исполнять добрые законы, Дабы дали достойно жить людям, Чтоб было еще уделять нуждающимся, Господи, коснись их, Даруй им духовное возрождение, Преобразуй их в сердцах, Владимира Михаила Жозефа Рамзана, Владимира Александра Эрдогена и Амана, И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, Где смуты и мятежи, Этим смутьянам Алексея и Ильи Покажи ту бездну, Куда не завлекают людей Этими митингами, протестами, Ничего не давая взамен, кроме погибели, Слава тебе, Господи, За тихую мирную ночь, Что жизнь нашу продлил И разум сохранил, Данным желанием трудиться, Обнаружить и умножить Наши таланты, дарованные тобою, И для всего пошли нам Добрых помощников, Наставников, советников, Да будет благословен этот день, Которого никогда не было во вселенной, И мы совершенно не знаем, Что нас ожидает в нем, Научи нас во всем доверяться тебе, Полагаясь на твой промысел о нас, Аллилуйя, Ибо верующих тебя, Рожденных от Бога, Водимых Духом Святым, С радостью исполняющим Свои святые заповеди, Ты даешь имя иное, И говоришь, Святые мои и избранные мои, О Боже, Помоги нам оправдать Эти дивные названия в нашей жизни, И не оказаться по левую сторону На суде Божьем, Аллилуйя, Слава тебе за тихую и мирную ночь, Милующий Господь, Защити наши жилища, Селения И живущих здесь От пожара, Воровни, Чистой силы, Благослови Андрея, Игоря, Игоря Владимиру, Дай веру, Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, И всех предстоящих пред тобой, Приезжающих здесь, Слава тебе, Христе Божий наш, Благослови Сергея, Сергея, Юрия, Александра, Александра, Милости Твоей не отнимай от нас, Милосердный Создатель, Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, И благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Иакима, Александра, Ты сохранил нашу сестру, Попавшую в аварию, Елену, Благодарим Тебя, Господи, За великую милость Твою, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, И от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Найди потерянного Александра, Господи, укажи, где он и живой ли. Слава Тебе, Христе Божий наш, Слава Тебе, блуждающих Алексея и Сергея, сыновиды, Мы не обманывали себя и людей от того, что где-то имя наше кто-то за деньги произнесет и будет благо. Все это обман. Человек сам должен прийти, И всем сердцем возлюбить Господа Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Благодарю Тебя, милующий мой Господь и Бог, За тот день, в который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, За тот день, в который дал мне святую Библию И указал на толкование святых отцов и каноны церкви, Как на истину. Аллилуйя. И в вечности, Господи, воздай милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе. Мария, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами Твоими святыми и покрой мофором любви от всего, что не славит Господа. Господи, возри на угрозы и потоки лжи, изливаемые недругами. Земля да поглотит все изрыгаемое ими, да не достигнет ушей и сердец верующих, которых они соблазняют на погибель, предавшись врагу душ человеческих. Быть может, уже давно похулили духа святого, ибо никакого исправления не показывают. Не отпусти их из жизни без покаяния. И в судный день этим врагам, Господи, не помяни их беззаконие. Слава Тебе, благослови благодетели наших, Елену, Елену. Обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эдуарда. Мы просили, Господи, помочь нам и средствами издать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного феофилакта. И Ты благословил, и совершилось это чудо. И со всего мира мы слышим возгласы радости. Помоги нам, Господи, чтобы до конца издали то, что мы желаем получить в четырехтомник. Проповедь в стихах и переиздание книги к истинному православию. Пошли нам средства, Господи, мы немощны, ничего у нас нет. Без Твоей помощи все бесполезно. Господи, благослови болящих, дай силу безропотно перенести страдания и пожримое исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Геннадия, Антония, Надежду, Людмилу, Любовь, Маргариту, Александру, Неонилу. И всех просящих помолиться о них. Простри Твою благодеющую десницу, коснись их ран. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Боже мой, все это может оказаться спасительным для нашей бессмертной души. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Пресвятая Госпожа Богородица, моли Бога о нас. Господи, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия. И посеянное нами по Твоему милосердию дадас обильные плоды и в будущем. Благослови Виктору, Николаю, Павлу, Зинаиду, Владимиру, Дмитрию, Надежду, Людмилу, Сергею, Науму, Валентину, Самиру. Самире и Тимуру, да истинную Христову веру, дабы не верил же пророков. И молятся об изгнании из них злого духа Рустик и Ирина. Услышай их молитвы, Господи, жалься над верующими в Тебя, которых постигла эта страшная беда. Слава Тебе, Христе Божий наш! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинь в смертный час, когда душа будет разлучать все от тела. И проведи душу по мытарствам, страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Господи, благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину и устрои их жилище, как должно. Дай им добрую работу и начальствующих расположи к ним, чтобы пенсию могли получать. Они вопиют к Тебе уже столько времени, Господи, ответь им и найди людей, помогающих им. Мы умоляем Тебя, Христе Боже, сжалься над ними и их жилища сделай, как храмы. Ибо первые христиане не имели ни одного храма, но ежедневно собирались по домам, вникая в Слово Божие, принимая Иисуса Христа своим спасителем. Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, довольствуясь малым. Научи нас быть во всем экономным, видеть и помогать нуждающимся в нашей помощи. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь обречает наше пребывание на этой земле и у доли печали. Аллилуйя! Моли тебе Бога о нас, святые пророки Божии! Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Но и Иосиф, Патриархи, Езраньеме, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захарий, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отроке, пророк Михеев, Рамас и Акиаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Да бы день прихода, то наше ошествие не засталось неготовыми. Но чтобы мы вышли на встречу Тебе, Боже, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы, серафимы, всенебесные силы, престолы Божию и предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших родителей наших, сродников, благодетелей всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы. И прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые мученики Игнатия Богоносец, Поликарм Сминский Устин, Философ, Космай и Дамиян Андрея Стратилат и Иерон Мученик, Климент Римский Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин Иосиф Борис и Глеб, Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой. Да бы никто не принял начертания зверя Антихриста на щелое или правую руку. Господи, благослови взятых из семей, отправленных на фронт, братья наших, укрепи их и каждому даруй духовное рождение, чтобы они были там, как город на вершине горы, как светильник на подсвечнике, чтобы они постоянно помнили слова Твои, «Кто ведет в плен, сам пойдет в плен, и взявший меч от меча и погибнет. Благослови Никиту, Александра, Максима и неведомых нам, но возложивших надежду на тебя. Их уговаривают взять оружие священниками. Какое горе! Отврати от них этих увещателей на смерть! Посети, Господи, страдающих в вузах, в тюрьмах, лагерях, в психиатрических темницах детей Твоих, монаха Сергея, Владислава, Вара, мы просили об Илье, и Ты совершил невиданное чудо в наше время. До суда Ты отпустил его. О, как Ты дивно вели, Господи! Этого Илью благослови, чтобы он всецентом любил Тебя, не давал им поводом касаться его. Аллилуйя! Молите Бога на святые отцы! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радоневский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас! Да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере! А замосте ретиков и сектантов разрушив нечтоп преврати! Покажи им по слову Твоему, что ни один еретик Царство Божие не наследует! Откроем истину Твою, Господи, ибо спасение только в церкви, которая названа невестой Твоей, Твоей кораблем, в котором спасаются, к которому кораблю Ты ежедневно прилагаешь спасаемых! Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы! Фекла Первомущеница, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие, и стыдливость, и сохрани хосяческого поругания и насилия. Господи, сохрани наше сокровище в интернете. Их администрацию благослови, расположи к нам и благослови трудящихся на этом поприще Игоря Юлию, Димитрия Виктор, Николая, Алексея, Гавриила. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе, Милосердный Создатель наш! Господи, прими нашу молитву возъянья рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Ты, Бог, знающий все прежде бытия. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй, и мы взываем о незаповедавших. Господи, покажи им, что примирение с Тобой возможно только при этой жизни, и за гробом нет покаяния. Тебе, Божья, хвала, Тебе слава, Тебе счастье и поклонение за все Твои милости и щедроты. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит рабы Твои голос Твой. Аминь. Доброе утро и мир всем. Напоминаю, что после утреннего моления у нас считается Слово Божие, Новый Завет. В данном случае уже откровение считается, столкованием святых отцов. И вот, когда мы только начинали еще собираться молиться, как так оказалось, что две сестры из разных часовых поясов одновременно приходят, вот утром, и начинают считать. Ни разу ни одного пропуска не было. Это Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Итак, дорогие сестры, ваше время. Комары налетели, сейчас сижу, везде летают, на людей садятся. Комары налетели, сейчас сижу, везде летают, на людей садятся. Господи, отвези уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 21 стих. С толкованием святых отцов и комментариями. «Побеждающему, дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Толкование. «Побеждающему, пробудившемуся от лаодикийского сна, впустившему Христа в сердце, у кого он теперь не за дверями, а на престоле сердца, тому дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Как Бог Христос всегда заполнял Собою всю Вселенную и был Царем Царствующим, как Сын Человеческий, Он принимает на Себя всякую немощь, болезнь и поругание. И вот Голгофа, крест. Христос одерживает великую и дивную победу над сатаной. Изгоняется вон лукавый. Иоанна, 12, 31. Воцаряется Сын Девы. Плотью восходит на небеса и садится одесной Отца. Божественную славу прославляет свое человечество. И теперь дает вместе с собой сесть на своем престоле побеждающему. Говорит мудрый Агор, сын Иоакеев. Три вещи непостижимы для меня и четырех я не понимаю. Притчи 30, 18. Так и я говорю. Шесть обетований шести церквам дивны были и непостижимы мне. А седьмое я не понимаю. Вместить в себя невозможно. Непостижимо, как вообще можно избавиться от греха. Но Христос омывает. Но и после этого непостижимо. Почему Христос не оставляет нас на земле, но берет свое царство? Но он берет. Ну а если вошли, то уж в царстве его где-нибудь в дальнем уголке стоять. Но он возводит город небесный Иерусалим. В этом-то городе стоять бы где-нибудь у врат, но Христос вводит в самый храм. Все это обещал он шести церквам. И непостижимо сие. Дальше же, неужели правда? Он возводит и сажает на самый престол, на котором сам сидит. Сидеть на престоле Христа, где владыка вселенной, далеко внизу, в чину судимых, остался мир. Даже чины ангельские, 1 Коринфянам 6, 2-3. И вот престол Бога. Когда-то я, червь, не пускал его в сердце. И вот я там, куда чины ангельские не смеют зирать. Кто достоин всего? Никто. Кто может понять? Я не могу. Но таково обетование. И с верою принимаем, смолкаем в смирении. 22 стим. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Толкование. Господи, если сие все даешь слышать уху нашему, то что еще уготовил ты любящим тебя? Что имеет в виду апостол, когда говорит? Того не слышала уха. 4 глава, 1 стих. После сего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. Толкование. Начинается открытие основной картины апокалипсиса. Иоанну отверзаются небеса, и он начинает видеть небесное. После сего я взглянул. После чего? Нельзя думать, что вот прошли семь периодов земной истории церкви, и после этого Иоанн видит церковь, восхищенной на небо. Сектанты учат, что между третьей и четвертой главами откровения происходит восхищение церкви. Главы 4, 19. Говорят они, описывают великую скорость. В главе 20 тысячелетнее царство и последний суд. В главах с 21 по 22 описана вечность. Но это неверное деление книги. А сектантам мы все-таки зададим вопрос. Почему такое важнейшее эсхаптологическое событие, как восхищение церкви? В скобках. По возможности это событие сравнимо только с творением человека, с первым пришедшим Христа в мир, для спасения людей и основания церкви и со страшным судом. Вообще не описано в апокалипсисе. Книга о Христе грядущем вообще не показывает его пришествие за церковью. Ответ может быть только один. Этого события перед великой скорбью просто не будет. А церковь будет восхищена только в последний день страшного суда. Так что слова «после сего» относятся к слову «взглянул». «После сего» здесь означает, что произошло это после первого видения, после того, как Христос, явившись посреди семи светильников, дал Иоанну семь посланий. Ведь после этого, а не после седьмого периода, взглянул Иоанн. По прекращению первого видения он поднял очи свои к небу, взглянул, и вот дверь отверстия на небе. Это явление дивное и столь желанное. Как часто мы взираем на небеса, и над нами все тот же неизменный, то бесконечно, синий, то облаками затянутый, то ночной, черно-смерцающими звездами купол неба. И всегда он заключен. Бесконечная глубина неба манит. И хочется с Исаи воскликнуть «О, если бы ты расторг небеса!» Исайя 64.1. И вот дверь отверстна на небе. Взгляд его проникает дальше, сквозь эту дверь. И видит он от века сокровенное, таинственное. Это голос Христа, призвавшего Иоанна увидеть первое видение, призывая теперь его к иному. Он сказал «Зайди сюда». Христос уже не на острове, где он ему вначале явился, а на небе, куда и зовет своего ученика. Призывает его оставить всякое земное помышление и вознестись к небесному. И же Херувимы тайно образующие, всякое ныне житейское отложим по печенью. И покажу тебе, и в дальнейшем почти все является видимо в образах. Чему надлежит быть после чего? С одной стороны, после того времени, когда жил Иоанн, ибо слова эти обращены к нему. С другой стороны, открывается дверь на небо, где предстает то, что будет после этой земной жизни. Иоанн ко времени получения откровения был уже древним старцем, ему было больше 90 лет. Близилось время, когда он должен был оставить этот бренный мир и войти туда на небеса. Но прежде ему дано было войти туда духом своим, чтобы оставить всем поклонениям картины, всем поколениям картины грядущего. Второй стиль. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Толкование. И тотчас видимое всемогущество Христа как Бога. Что сказал, то и стало. Земному велится идти на небо, и совершается. Тотчас в один миг Иоанн оказывается не в пространстве между мириадами звезд, и даже не среди звезд небес невидимых, ангельских сил дисплотных, а сразу у престола Всевышнего, в самом центре вселенной, там, где восседает Бог. Но восходит он не в теле, а в духе. Тело святого Иоанна пребывало на острове. Дух же его оставил в землю, прошел в небеса, вошел через дверь небесную и оказался там, куда нет ныне входа смертным. Можно себе представить, как он, несколько оправившись, оглядывается, где же он теперь, что перед ним раскрывается. Нечто им невиданное и дивное. Бог – вездесущий дух и не связан местом и пространством. Он везде. Но есть места особого пребывания Божия. Таковы на земле церковь, христианская. Душа, верующая храмы Божии. Таковы миры невидимые. И вот он – престол Божий. Хотя, конечно, само понятие «место» не должно пониматься буквально, так как мы его понимаем сейчас. Место и пространство понятия «видимого мира» – престол Божий невидимое. Это сердце Вселенной, которым она существует и животворится, как и тело человеческое, от сердца имеет жизнь. Престолом же именуются и чины ангельские. Об этом ангельском чине пишет апостол Павел, Холосином 1,16. В небесной иерархии ангелов, составленной Дионисием Ариапагитом, это седьмой чин, первое – ангелы, второе – архангелы, третье – начало, четыре – власти, пятая – силы, шестое – господство, седьмое – престолы, восьмое – Херувимы, девятое – Серафимы. Но не только на престолах восседает Бог. Мы читаем и то, что Он восседает на Херувима, Псалом 98,1. А с другой стороны, престолом означается и Божие во святых упокоения, ибо и на них, своих верных угодников, людях-праведников, Он подчивает, как на престоле. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спаси Христос, сестра! Слава Христос! Если у кого вопросы есть, срочные, можете задать. У нас сегодня встречают еще, кажется, Ивана Грибанова. Никиту Михайлова. Еще кого-то. Никита еще. Ну, если ничего больше нет, то я здесь закрываюсь. Прибьюсь сейчас, вот мы тут, может, побеседуем немного. Спаси Христос за молитвы. Ну, спаси Христос вас. С Богом храни всех, Господь. Там за Любовью Николаевной смотрите, где помощь ей надо. С Богом. Слава Божьей. Так, я сейчас немного зайду в рулетку, посмотреть на реакцию людей, когда они видят несколько человек. Все, закрываю вопросах. Аминь, спаси Христос. Благодарю за молитву. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Благодарю за молитву. 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 Благодарю за молитву.